Очень-очень долго я искал то, что мне нужно было, потому что в городе Магнитогорске очень-очень много теплиц. Представляете, кто-то может теплицы делать в любом месте, и не факт, что эта теплица простоит долго, но тем не менее, я вам нашел то самое место, где теплицы простоят дольше, чем обычно, потому что эта фирма занималась теплицами очень давно, и когда первые теплицы появились, вы работали именно с этой фирмой, вот, теперь она располагается где? Располагается она вообще очень просто, шоссе космонавтов, ну, если кто-то не понимает, сейчас расскажу, это такая дорога, которая едет в сторону Челябинска, сбоку, так вот, прямо напротив тюрьмы, и прямо напротив Рено, там, Лифан, Моторс и еще что-то, вот, новое они выстроились, не проехав 100 метров налево, вы приезжаете сюда, на переулок Хармогорского-3, это второй рынок на холмах, так вот, чтобы вам показать, как все это делается, мы вам сейчас продемонстрируем, из чего все это делается и как все это работает. А сейчас будет жестко, все думают, что на ТВ местном, на ТВ платят деньги, нет, такого нету, все думают, что мы зарабатываем много, очень много, бесконечно много, поверьте, это не так. Все думают, что раз у Челейкина много машин, значит, у него есть достаток, опять нет, просто я умею экономить деньги. Что касается сегодняшнего дня, 4000 на транспорт, 5000 на мясо, рыбу, да вот и все, я умею деньги считать. Картошка и соленье из гаража, 8000 ипотек, и все, нормально для крутого спеца. Так что, ребята, хотите машины, надо экономить, попробуйте прожить на 17 тысяч рублей. Так вот, что касается поликарбоната, поликарбонат и как что-то делается, я специально показал теплицу стоимостью в 22 тысячи с небольшим рублей, это самый навороченный вариант, представляете, все открывается, красота, понятно, да, как все красится, целиком и полностью, внутреннее пространство, все, поликарбонат, здесь на поликарбонате никто вас обманывать не будет, потому что ставится супер качественный поликарбонат, который не растрескается, представляете, да, мало того, этот поликарбонат очень хорошо фиксируется, то есть, вот понимаете, да, в случае чего здесь нарезиненные вещи, и оно встает, то есть, эта теплица гарантированно вам прослужит 10 лет, а то и больше, если вы будете нормально работать. Плюс ко всему, Максим говорит, что сегодня серьезный большой ветер, да, серьезные большие ветра у нас существуют, так вот, именно такие вещи вы можете себе поставить, и вдруг, если что-то уж не получилось, да, если вы не смогли, и ваша площадочка по теплице перестала давать тот необходимый результат, просто вынимаете и переносите, все делается легко и просто, вот это главный результат, где вы можете себе купить качественные теплицы. Крутенько, да? А теперь про соление, и к чему мы вернулись, соление и вкусности нам принесет только теплица, причем к земле, мальчики все, и девочки к земле, ну, а для того, чтобы ваша жена не отяжелела назад, много хобби разных, да и понять-то надо, земля вас кормит, обихаживаете ее, экономия станет в разы больше. Ну, так вот, что касается земли, земли у нас много, но, если вы хотите равняться на кредле, у которого скоро пенсия, доравняйтесь, только поверьте мне, на свою пенсию правильный человек без земли не протянет, ну, и кстати, как только денежки у него закончились, как правило, очень скоро он может на тот свет иной и уйти, а если у вас земля, то поймите, если у вас земля, земля вас кормит, и с землей вы сможете прожить гораздо дольше. У меня бессонница, по ночам не сплю, приходят мысли, а самое главное, я слушаю покупателей, пришел покупатель, говорит, мне нужно что-то сделать, вот теплица, горит, все теплица, вот задание мне на ночь, ночью приходит идея, сделали вентиляционный фонарь, в свое время я тоже работал в цеху на производстве, думал, вот и в цех, вентиляция в цеху, фонари вентиляционные, и решил, почему не сделать на теплице то же самое. Вот, вот получилось у нас самая крутая теплица, где открываются все четыре форточки. Да, это круто, и да, такого я не видел, и понять-то надо, что бы мы делали, если бы рядом не находился гигант, гигант металлургии, он снабжает не только Россию, но, естественно, нам достается. Ну, а как это делается, вы поняли, человеки правильные тут растут с мозгами. Извините, но практически 9 лет я уже на комбинате не работаю, а так было интересно посмотреть, что стало с нашим комбинатом. И в действительности у нас все очень хорошо и шикарно. Но, тем не менее, то, что производится нашим металлургическим комбинатом, вы можете сделать, видеть здесь. Вот то, что производит наш металлургический комбинат. И из этого всего вам делают теплицы, парники, беседки и все остальное. То есть вы можете понять, из чего все это делается. Достаточно сюда приехать, точнее, можете даже сюжет посмотреть, и будет понятно, что. О, и никто на вас деньги не зарабатывает дополнительные. Все делается суперовски. Теперь про другие вещи. То есть в некоторых местах вы можете купить теплицу подешевле. Цена вопроса. Ну, может быть, там 3-4-5 тысяч рублей. Но качество-то не то, правильно? А теплица должна стоять долго, долго. И вы понимать должны, что если вы заказываете теплицу здесь, то она вам реально простоит все положенные сроки, а то и больше. То есть если вы будете нормально ее эксплуатировать, то почему бы и нет. И поликарбонат будет стоять гораздо дольше. К слову о том, существуют ли кредиты. Да, кредит здесь существует. Рассурочка платежа. И, между прочим, если вы берете здесь теплицу, парник и все остальное, вы заключаете специализированный договор. И в течение 6 месяцев в рассрочку берете все, что хотите. К слову о цене. Обыкновенная теплица стоит чуть-чуть дороже, чем пенсия. Может быть, даже и дешевле, чем пенсия. Потому что средняя пенсия у нормального человека, грубо говоря, 10 тысяч рублей. А здесь можно парни купить за 8,5, может быть, еще и подешевле. Если вы нормально зарабатываете, то я вообще не думаю о чем-то другом. Одна зарплата, и вы уже купили себе нормальную теплицу. Большую, грамотную теплицу. И ставьте ее. Если же что-то не получается, и у вас какие-то проблемки, но вы сильно-сильно хотите экономить и делать это так же, как я. То есть, за последний год, представляете, я каждый месяц экономлю 10 тысяч рублей. 10 тысяч на 12 умножьте 120 тысяч рублей. Потому что я в свое время перекопал свой огород культиватором, и теперь уже у меня все в порядке. То есть, у меня есть то, что я хотел бы делать. То есть, я беру спокойно картошку, капусту и все остальное, свеклу и морковку. Но хотелось бы мне и то, что вы делаете. То есть, я хотел бы консервировать. Потому что, ну, знаете, то, чем мы болеем, консервированные продукты это самая тема. Вот. И почему бы и нет. То бишь, если я еще захочу, и у меня будут консерванты, то я буду экономить и больше. Поэтому, думайте, господа. Ну, вот такая штука возникает. Вот. Это парник называется. Хлебница. Цена парника 9 тысяч 500 рублей. Конечно, вы на хлеб себе не заработаете. Но, в принципе, благодаря такому парнику вы на хлеб себе можете сэкономить. Представляете, да? Конечно, вам бы хотелось разобраться. Так давайте разберемся позднее. Круто, конечно, когда получаешь такое качество и даже оторопь берет. Ну, где вы еще такое увидите? Да где? Понятен, конечно, результат. Сборка простой теплицы не вызывает столько времени. Но понятно качество, что только здесь вы берете то, что может вам прослужить 10 лет, а то и дольше. Думайте сами, господа. Время и желание у вас есть. Сюда надо приехать. Первый раз я сюда приехал. Я действительно приехал сюда в первый раз. До этого мы общались. Я не видел то, что здесь делается. И поверьте мне, если я говорю о качестве, то 100% качество только здесь. Я много видел различных теплиц. Много видел. Но вот такого не видел вообще. Так, чтобы и в таком количестве. И такие методы и приспособлены. Но не видел я. Ну, поверьте мне. Так что придите сюда, посмотрите, подумайте. И сделайте правильный выбор. Где покупать нормальную теплицу, парник или все остальное.